Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент. Полную книгу вы можете скачать, прослушать онлайн и получить в текстовом виде, в таких форматах, как FB2, по ссылочке в описании под видео. Переходите и наслаждайтесь! Анджей Есинский Ник Лестница миров Глава первая. Руан Ласковые лучи солнца, отразившись от идущей мелкими волнами поверхности океана, рассыпались дробью, весело скачая искорками по поверхности. Вода у берега прозрачная-прозрачная, почти до исчезновения и извидимого диапазона. Отчего казалось, что все эти морские жители, ползающие насекомые, звезды и прочие, научились жить вне своей природной стихии. Дальше от берега приобретала легкий оттенок синевы, полностью насыщаясь им у дальней кромки выступающего в океан клыка суши. Руана прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Фактически у нее никогда не было такого времени, чтобы можно было спокойно отдохнуть, особенно где-нибудь на природе. Да и природа тут другая. Но... Она снова сделала вдох и задержала дыхание, буквально чувствуя, как легкие расправляются и жадно впитывают ядированный воздух океана. За спиной слегка шевельнулся Изао, обратив на себя внимание. Они так сидели уже часа два, прислонившись друг к другу спиной и иногда соприкасаясь с затылком. Порой Руана откидывала голову чуть в сторону, положив ее на плечо мужчины, и продолжала сидеть, ощущая спиной теплоту мужской энергетики. Они здесь уже трое суток, и нельзя сказать, что провели их бесполезно. Странно, необычно, интересно, да, но никак не бесполезно. Руана сосредоточилась на ощущениях и вновь нашла то внутреннее тепло, маленькое-маленькое солнышко в груди, связанное с таким же солнышком там, за спиной, у необычного и непонятного мужчины. О, да, Руана наконец узнала, что это такое совместимость. Почти так, как рассказывала Алиелка, но немножко другое все же. И она до сих пор не знала, радоваться ли ей такому приобретению или нет. Нет, чувства, эмоции, все это прекрасно, но ведь это сколько проблем, и перекроют ли плюсы-минусы. Изао. Руана покатала на языке непривычные звуки, и, чувствуя, как язык слегка напрягается, пытаясь принять правильную форму. Мужчина за ее спиной буквально кожей почувствовал ее мысли и второй раз за последние часы пошевелился, отправив ей теплый изгусток внимания и почитания. Да, тут скорее подходит слово «почитание». Непонятно почему. Вообще способность Изао буквально выпадать из мира поражала. Порой Руана могла заметить его только благодаря этой внутренней связи, и тогда она понимала, что он хочет побыть один. Ему тоже нелегко приходилось. Привычный к одиночеству и некоторой оторванности от своего общества за счет самодостаточного характера, он, почувствовав необычную притягательность незнакомой ему женщины, пытался понять, что это такое и что с этим делать. Все это Руана прекрасно чувствовала и в такие моменты старалась его не трогать. Одно то, что им обоим приходится нелегко, толкало их друг к другу. Часто они часами сидели рядом, не проронив ни слова, впитывая окружающую красоту и сливаясь друг с другом внутренним теплом. Кстати, ментальная защита Изао оказалась довольно сильной. Пару раз Руана потыкалась в нее и отступила. Нет, не сильно старалась, да и неправильно это было. Скорее, по привычке проверила. Она даже не поняла, природная ли устойчивость у Изао или внешняя, да и не очень интересовалась. А порой Изао долго что-то ей рассказывал на своем языке. Она его выучила уже на второй день, хотя произношение пока не давалось, поэтому вполне могла оценить изящные слова к японской поэзии или просто истории обо всем, о чем Изао хотелось поведать. Большим мучением оказалось рассказывать о себе. На фоне поэтического самовыражения Изао способна превратить обычный рассказ о рыбалке в увлекательную историю с несколькими смыслами и слоями, проявляющимися не сразу. Ее попытки что-то рассказать казались ей не только лишенными души, но и банальных красок. Впрочем, Изао всегда с искренним интересом выслушивал ее, и это удивляло более всего, ведь она его чувствовала. Ему действительно было интересно ни капельки недовольства ее вдруг проснувшимся косноязычием, ни грамма усмешки или превосходства. Заметь она, хоть тень этих чувств, тут же завершила бы это неудавшееся свидание. На вторую ночь она, измученная необычными и непривычными ощущениями, сама пришла к Изао. Ничего она на тот момент не чувствовала, никакого сексуального влечения, но решила, что на месте все решится. Правда, она забыла, что не только мужчина открыт для нее в эмоциях и чувствах, но и она перед ним. И Изао ловко уклонился от ее притязаний, заболтал, а потом она сама не заметила, как согласилась на какой-то особенный массаж, в результате которого не только получила огромное удовольствие, но и почувствовала себя намного лучше, а дальнейшее нахлынувшее возбуждение будто оказалось естественным продолжением их игр, плавно перетекшим в то, чего она изначально хотела, однако не ожидала такого яркого финала, и что-то в ее сознании сломалось, что-то такое, что было в ней всегда, то, что делало ее ею, но, уйдя, сделало ее еще лучше. Так она ощущала. — Ты напряжена, — констатировал Изао, и вроде бы даже не пошевелился, но почему-то Руане почудилось, что он ее погладил по голове. — Это от расстройства, — ответила она, пересыпая песок в ладонях. Изао шевельнул плечами, выражая свое удивление, а Руана с очередной вспышкой удовольствия почувствовала, как лопатки мужчины прошли вдоль ее позвоночника, вызвав эхо воспоминаний о массаже, который он делал ей, и как у него это так получалось. Вот так вот, вызывать тактильные ощущения своими действиями, которые с точки зрения разума никак не могли их породить. — Мой корабль меня нашел. Меня вызывают туда. Девушка посмотрела в небо. — Никсан сказал, что нас тут никто не найдет. Руана кивнула. Он действительно хорошо замаскировал это место, а вот ментальная связь с кораблем осталась. — Специально или случайно, не знаю. На него я передала картинку острова. Помнишь, мы поднимались на гору. И звезды ночью. За оставшееся время корабль облетел все подходящие острова на планете и на 145-м нашел нас. Вон. Она мотнула головой в сторону, недалеко от них воздух протаял, и японец увидел невысокую метра три вертикальную конструкцию зализанных очертаний. Через несколько секунд корабль снова растаял в воздухе, и Зау плечами выразил удивление. Такие жесты, сопровождающиеся легкой ментальной волной, Руана хорошо научилась чувствовать. Девушка встала на ноги, отряхнулась от песка, посмотрела вокруг и глубоко вздохнула, задержав вдох на несколько секунд. Потом повернулась к Зау и потянула его за руку. — Пойдем, у нас есть часов шесть. Надеюсь, ты сумеешь сделать так, чтобы я не смогла их забыть за всю свою оставшуюся жизнь. — Ник. — Куда ты меня ведешь? — спросил Алиэла, с интересом осматривая ледяные стены тоннеля, куда мы телепортнулись. Я задумчиво осмотрел свою подругу. Полюбовался, как легкий, но жутко холодный ветерок, продувающий длинную ледяную трубу, развивает коротенькое платьице, вызывая ощущение несоответствия картинки содержания. Впрочем, сам был легко одет, при этом не теряя контакта с реальностью. Я чувствовал холод, что царил в этом месте, но был к нему относительно равнодушен, скорее даже получал удовольствие. У Алиэлы же тепло сохраняла моя защита, окружавшая ее. Понимаешь, земляне уже не помнят этих баек, но я еще иногда вспоминаю известные в мое время всякие небылицы о том, что здесь, подо льдами, укрылись остатки одних из самых злобных злодеев у нас в истории – фашистов. К слову сказать, были и пострашнее, хотя тут скорее вопрос идеологии и правильного воспитания следующих поколений. Но не об этом речь. Я пошел дальше, а Алиэла последовала за мной, прислушиваясь к моим словам и их эху. Считалось, что здесь после Второй мировой войны укрылись лучшие умы нацистов, которые должны были потом вернуть власть на планете в свои руки. Мол, разрабатывали новое оружие. Говорили, что они тут договорились с инопланетянами, которые стали им помогать. «Если только серые?» – кинула девушка. Я повернул голову и задумчиво посмотрел на нее, потом хмыкнул. «Святая простота, да». Я повернулся и зашикал дальше, не обращая внимания на нахмурившуюся девушку.